Здравствуйте! Доброе утро! Сержант Рыбалки. Чего нас кипит из курса? То есть вопрос мне решили задать? Просто остановили задать вопрос? Ограничение... Ограничительные знаки стоят. Это причина остановки? Не разумеется. Я тоже. Скоростной режим. Скоростной режим? Здорово. Я должен догадаться о причине остановки? Или вы мне все-таки назовете ее? Ну, так я вам назову. Вы мне сказали... Извините. Вы мне сказали, что я не сбрасываю скорость. Это причина остановки? Надо сбросить скорость? До какой скорости? До скольки сбросить надо? 50 последних встреч. Я сколько ехал? 10. Можно посмотреть? Можно. Давайте. Мы уже с вами не первый раз находимся над этим вопросом. Давайте разберем его по пунктам, раз не первый раз. Давайте сделаем предупреждение. Нет. Предупреждение мы ни в коем случае делать не будем. Я вам объясню почему. Предупреждение это вид наказания. Что? Предупреждение это вид наказания. Нет. Вы согласны со мной? Согласны. Предупреждение Предупреждение является одним из видов наказания. Таким же как составление административного протокола. Прежде чем человека предупредить, надо довести его вину. Если вы сейчас все это делаете, тогда вы принимаете решение либо составлять административный протокол, либо выносить непредупреждение. Если вы все делаете это по закону, у меня не будет вам никаких вопросов абсолютно. Я вам даю такой шанс и возможность. Вы не даете. Я даю вам такую шанс. А что вас так удивляет? Я вам даю да. Я гражданин Украины, у которого есть права и обязанности. Отлично. Вы мало того, что вы еще и сотрудник МВД, что накладывает на вас дополнительные обязанности и ответственность. Так вот, пожалуйста, не разочаровывайте меня. Давайте, если я нарушил, вы хотите вынести мне предупреждение, давайте делать все поэтапно и по пункту. Идет? Что вы от меня хотите? Вы меня остановили. Следовательно, вы чего-то от меня хотите. Я хочу исполнение закона всего лишь на все. И все, больше ничего. Вы сейчас что делаете? Предупреждаете меня? Я вас очень прошу, пожалуйста. Прежде чем человека предупредить, следует наказать, другими словами, надо довести его вину. Если вы говорите, что я двигался с превышением разрешенного скоростного режима, принесите, ознакомьте, покажите. После этого вы носите предупреждение, составляете один протокол, постановление. Все что угодно на ваше усмотрение. А не так, что вы меня остановили, посмотрели на меня, я вас знаю, давайте я вас предупрежу. Нет, так не годится. Я вас тоже знаю, но предупреждать я вас не буду. А за что вы мне идете? Если вы сейчас все не сделаете в процедуре, я составлю заявление, которое вам вручу о беспричинной остановке. И не мум, а поверьте мне, так и будет. Поэтому есть два варианта. Либо мы делаем все по закону, точнее вы делаете по закону, либо все я делаю по закону. Как вы хотите. Хорошо, сейчас принесу. Давайте, я жду. Без шанса, без варианта. Без одной силы, именно так вот. Без шанса. Как же вы видите? На приборе сильно размытый гус-номер. Ничего страшного, давайте посмотрим, может быть получится понять, чья это машина. Смотреть нет. Есть видеофиксация? Фиксация есть. Давайте посмотрим, какой бы она ни была. Я хочу увидеть, вы останавливали меня по какой-то причине, либо вам просто вздумалось пообщаться. Смотреть, доказать, что гус-номер ваш там никак не видно ничего. Ну я не понимаю. Машина мы видна, а бог с ним с гус-номером. Видно, что видит белый G. И машины не видно. Чем вы руководствовались, когда вы взмахивали жезлом и останавливали меня? На основании чего? На основании показаний, какого прибора вы это делали? Только над руками. Значит, над руками было видно все-таки, что едет белый G с превышением? Да, он же снимал, уже не видно, что он снимает. Он вам дал команду останавливать? Ну правильно, он дал команду. Следовательно, он видел машину, которая нарушает правила дорожного движения. Он вам сказал ее остановить. Вы остановили. Принесите, покажите, чем руководствовался второй инспектор. Сейчас то, что вы делаете, называется беспричинная остановка. Это является превышением служебных полномочий. Почему вы так ухомыляетесь? Поврежность на прибор. Если прибор, да, узкой причинка. Инспектор, давайте сделаем таким образом. Я вам выношу предупреждение о том, чтобы вы больше так не поступали и не нарушали закон. Не останавливайте водителей только, если у вас есть законная причина остановки, а не так, как это было сейчас. Если у вас есть какие-то проблемы с прибором, тогда прекращайте работать с ним. Попросите вопрос, допустим, выдадут другой, какой-то более новый или там работоспособный. Договорились? Всего доброго. Всего доброго. Вам тоже интересно. Спасибо. Спасибо.